На что мне говорилось, ну мы же знаем, кого приглашаем, поэтому нам не нужен результат. Мы сегодня с вами будем разговаривать о сценическом мастерстве для вокалистов. Хочет или не хочет человек, который хочет петь, заниматься актерским мастерством, он обречен. Прямая цитата, не с кем поговорить как будто. Ситуация эта стрессовая всегда. Интересны были не столько сами занятия, сколько самые разговоры после них. Вроде русские слова, но я не понимаю их значения. Когда я чего-то хочу, я хочу этого всем телом. Ну, самый популярный формат сегодня в интернете, в ютубе, это шорты. Give me key, американцы говорят. Дай мне ключ, и я стану счастливым. Рубрика «Глупые вопросы». Потому что мы живем в то время, когда уже мы все виндсерферы. Друзья, пишите в комментариях, в какой момент переместился микрофон. Ну, мне это любопытно. Мне это любопытно. Раз это любопытно, значит, ты не зря проживаешь эти часы своей жизнью. Дорогие друзья, приветствую вас в школе вокала и сценического искусства «Сигнон». С вами Яна Боратова, за камерой Таня, за камерой Марина. У нас пополнение состава. И у нас в гостях сегодня профессор Гарварда Ирати Гитис, а также заведующий кафедрой Театрального института Бориса Щукина Андрей Алексеевич Щукин. Здравствуйте. 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 Давайте поправимся. Я приглашенный был профессор Гарвардского университета. Это было много лет назад. Не будем в суе упоминать замечательный университет. Ну вот, это я просто поправочку сделал. Хорошо. Чтобы мы с вами... И заведую кафедрой в Щукинском институте. Я сценической пластики. Андрей Алексеевич, большая честь и радость видеть вас в кадре. Наконец-то вы к нам пришли. Мы сегодня с вами будем разговаривать о сценическом мастерстве для вокалистов. В вашем авторском курсе. Вы изобрели особенный формат концертов, где все участники поют одну и ту же песню. Каким-то образом это слияние кучи разных миров на сцене. И это один из самых интересных продуктов сигнона. Да. Расскажите, пожалуйста, как получилось у вас прийти мыслью к этому продукту? Как так получается, что на это интересно смотреть? Как это пришло в голову? Всегда трудно рассказывать. То есть непонятно, как это пришло в голову. Источник этого решения был очень простой. Дело в том, что в Гарвардском университете, который упомянули, никогда от меня администрация не просила финальных каких-то показов. Когда я работал, месяц, два, три, в зависимости от программы. Для меня это было удивительно, потому что, ну, должен же быть какой-то результат. На что мне говорилось, ну, мы же знаем, кого приглашаем, поэтому нам не нужен результат. Нужен процесс. Мы знаем, чего мы хотим от вас получить. Я все равно делал какие-то показы. А в случае с сигноном Алексей, руководитель студии, попросил, чтобы мы обязательно делали какой-то финальный проект. Поскольку программа рассчитана на два года или два семестра, как угодно это можно рассматривать, то жесткое разделение первого этапа «Я» и все, что касается моих проблем, проявлений на сцене и так далее, оно должно было реализоваться в какой-то комфортной для участников этого процесса, комфортной форме. Но при этом быть достаточно, так сказать, творчески интересной затеей. Поскольку нужно было... Потому что финалом исполнителя, который поет, все равно в результате будет песня на сцене. Здесь вариантов нет. Ну, я похулиганил и подумал о том, что курс рассчитан на проявление свободной и очень разной участников курса. И как сделать так, чтобы это было единым каким-то действом. Ну, как-то в голову пришло, что почему бы не взять одно произведение и попробовать его спеть в разных жанрах, а жанры эти подобрать под исполнителя, ну, максимально ему комфортный и близкий, чтобы этот жанр его раскрывал. Мне показалось, что это может как-то зацепить творческую жилку участников, значит, этого процесса. Мне кажется, что мы не проиграли, мы попали. И вот последние там уже лет пять, наверное, а то и больше. Мы финализируем первый этап. Пеним одной песни всем коллективам, но на разных, так сказать, ладах, в разных жанрах. И даже музыканты, которые играют, они же имеют отношение к созданию аранжировок. Мне кажется, они тоже как-то творчески в это дело включаются. То есть, мне кажется, ход как-то помог. Как это пришло в голову, не знаю. Это всегда происходит спонтанно. Но пришло, и слава тебе Господи, что пришло. Андрей Алексеевич, а как вы приводите к этому результату? Вы сейчас кратко описали, что есть какое-то нахождение жанра через природу, что музыканты работают над аранжировками. В чём путь? Путь, как бы это сказать, давно начертан. Просто находясь на территории России, грех в истории, которая касается сценического мастерства, не использовать те, можно сказать, технологии, которые существуют в процессе обучения актёрскому мастерству в драматических школах. А поскольку я непосредственно к этому отношению уже много лет и к Щукинскому институту, как базе, на которой я работаю уже больше 35 лет, и в ГИТИСе, в котором я работал, и в школе-студии МХАЦ, который, кстати говоря, был проект как раз с Гаровским университетом, я участвовал в нём как в профессиональной территории с Андреем Борисовичем Дразниным. Поэтому процесс этот очень конкретно описан, последовательность действий, с чего лучше начинать, для того, чтобы приводить человека к максимальной уверенности на сцене, свободе, к каким-то творческим проявлениям при наличии понимания, что такое действие, что такое коммуникации с аудиторией и так далее. То есть там есть очень конкретный, последовательный путь прохождения неких развития, неких качеств, которые необходимы для исполнителя, выходящего на сцену. Хочет или не хочет человек, который хочет петь, заниматься актёрским мастерством, он обречён, потому что, выходя на сцену, он подвергается всем тем же проблемам, которые сопутствуют жизни актёра на сцене. Поэтому даже если вы стесняетесь, очень боитесь сцены как таковой, но очень любите петь, вам некуда деваться, вам придётся эти вопросы себе задать и попробовать на них как-то ответить, попробовать как-то быть. А поскольку технологиям этим уже много лет, то было бы смешно, если бы они не использовались. Хотя они не используются очень часто, и это целая тема большая, что такое актёрские программы для музыкальных факультетов театральных учебных заведений. Это большая проблема, большой вопрос, чисто технологический. Да? Почему? В чистых жанрах, как то драматическое искусство впрямую или вокальное искусство впрямую, когда главным является условно вокал в музыкальных учебных заведениях, как Гнесинский институт, как факультеты эстрадно-джазовые в разных институтах или вокальные консерватория, главным является, конечно, пение, умение петь, разбираться в этом всерьёз, по-настоящему. И это процесс очень длительный, серьёзный и тотальный. Поэтому всё, что касается неких других дисциплин, они становятся вспомогательными. Хотя это не совсем правильно и верно, потому что, ещё раз возвращаюсь к тому, что выходящий на сцену человек на некий подиум, а в зале сидят зрители, если он не имеет представления о технологиях, связанных с безопасным, свободным и творческим существованием на сцене, будет менее выразительным, менее интересным. Чем тот, который с этим познакомился, знаком и как-то учитывает эту ситуацию. Ситуация – это стрессовая всегда. Как наша с вами ситуация, стресса, под камеры, общаться на высокие темы, и мы себя всё равно чувствуем не совсем свободно. То есть нам нужно какое-то время или какие-то рефлексы, которые нам позволят быть более-менее свободными, собой, чтобы у нас не заклинивало сознание и мы могли общаться с вами. Это не тривиальная проблема, она серьёзная по-настоящему. Огромное количество существует тем, которые касаются и публичных выступлений, и коммуникаций под камеру и так далее. И люди специально, так сказать, выстраивают программы этого направления. Поэтому, когда в студии возник вопрос, видимо, по поводу этой темы, и как-то вот мы нашли с Алексеем общий язык, я, как человек, который на эстрадном факультете в ГИТИСе выпускал курсы, мне было интересно поработать с людьми, скажем, не ориентированными профессионально, а ориентированными развивающими. Те, кто пришёл заниматься вокалом не для совершения вокальной карьеры, а для себя. Мне было интересно, а можно ли каким-то убедительным способом, ловко и непринуждённо втянуть людей в очень сложную тему, тему актёрской технологии. И вот из-за обилия этих моментов и сложных деталей вы первый человек, который сделал эту программу в России. Мы проверили. Вы правда первые. Я понимаю, что очень хочется на любой территории говорить о первопроходцах, о создателях направлений. Я вам скажу, не из скромности, а из реальности. Дело в том, что современный мир, творческий в том числе, в своих наиболее ярких проявлениях находится на стыках жанров. Это давно уже, так сказать, мысль является не новой, когда открытие в науке в том числе происходит на стыках дисциплин. И в творческом пространстве это тоже сегодня чистых жанров нет. Сегодня существуют миксы. Сегодня в музыке нет такой чистой, что ли, направленности. Понятие жанра размывается. Да, есть книжка Мартынов, по-моему, фамилия композитора, который написал «Конец эпохи композиторства». О том, что мы находимся на той территории, где временного пространства, где уже какие-то другие законы работают. Сегодня уже вот так создать музыкальное произведение, так сказать, не испытывая давление всей эпохи предшествующих людей, которые в эту сторону дышали, довольно трудно. Довольно трудно. И другие задачи какие-то стоят. Так вот эта миксовость, она и порождает необходимость перехода жанровых границ или использование технологий из территорий каких-то иных, может быть, близких, безусловно, близких, но из тех территорий, которые не очень сильно. Оно требует затрат. И я думаю, что отсутствие каких-то внятных программ, так сказать, актерских, или точнее, присутствие на очень разных программ, в разном объеме, в разной степени включения. Но, на мой взгляд, не всегда точно с точки зрения объема и фокусировки тех или иных задач в актерском, скажем, ключе, которые, возможно, были бы более цельными и органичными. Поэтому, можно сказать, многолетний опыт работы со студией, в которой люди приходят петь, потому что им хочется это делать, для меня это такой полигон разработки технологий, связанных с актерским мастерством для вокалистов уже на территории профессиональной школы. Это такой переход из жанра в жанр, он мне интересен. Я по своей творческой природе пограничник, то есть мне интересны очень разнонаправленные жанровые сочетания. Мне кажется, на этой территории очень много интересных происходит инициаций, не скажу открытий, потому что это не наука, это творческий процесс, но бывает, что возникает что-то необычное именно в творческом ключе. Решение вот этого проекта, финала первого семестра сценического искусства для вокалистов, мне кажется, в достаточной степени он выдержан уже в течение некоторого количества лет, и мне кажется, он интересен. Это не означает, что он единственно верный, да и путь, когда высчитываются по миллиметрам те или иные ингредиенты, чтобы это лекарство было, так сказать, правильно использовано, я думаю, что это достаточно многообразная поляна. Поэтому говорить о том, что вот я такой первый и так далее, вообще это такой трюизм, все ориентированные профессиональные люди на вокальную жизнь исполнителей на сцене так или иначе понимают, что эти проблемы должны быть как-то затронуты. Вопрос как? И каждый по-разному это решает. Я предлагаю решать это вот тем способом, каким решаю я. Ну да, естественно, на нашей территории. Супер. Хорошо. Про необычное открытие мы поговорили. В принципе, контент, который происходит на курсе сценического мастерства, я имела удовольствие наблюдать от первого лица и испытывать на себе. Теперь про то, что я не знаю, про то, чего вы касались в своих монологах на курсе, только поверхностно. Так. Хотелось бы поглубже. Как-то раз, недавно, пару недель назад, у нас с вами как-то тема зашла про то, что вам становится немножко одиноко в театральной сфере. Прямая цитата, не с кем поговорить, как будто. Ну, это не так. Это вы меня услышали неверно. Так, это прямая цитата. Да, прямая цитата, но вы понимаете, что есть трактовки и иногда неточности высказывания. Дело не в том, что я такой замечательный и не с кем пообщаться. Я говорил о другом. Я говорил о... Сейчас я понял вас, возможно, неверно. Я говорил о том, что очень сложно с оппонентами, то есть с людьми, которые исповедуют те представления о театре, понимания о театре, которые исповедуешь ты и хочется с этим человеком поговорить. И, к сожалению, таких людей очень мало. Я вот про это говорил. потому что в каком-то смысле любой человек, который полагает, что он занимается творческим процессом, он обречен на одиночество. В целом, все равно существуют общие какие-то интересы, комьюнити. Ну, как мы знаем, что современный мир, он все больше сегментирован. Люди уходят в очень какие-то узкие, специфические сферы интересов. И в этом нет ничего необычного. Это нормальный, так сказать, процесс. А крик души, что хочется найти людей, которые также относятся к театру, в смысле понимания, зачем он нужен, также относятся к проблемам, скажем, исполнительского искусства, вокального на сцене с учетом актерской природы исполнителя и взаимоотношений с публикой. Ну, да, это такая редкая, так сказать, история. Это жалко, да. Но это не то, что я каждую секунду своей жизни сижу и переживаю, как тяжело с оппонентами. Нет, это... Я уж не помню контекст, в котором это было сказано. Как раз, который вы сейчас рассказали, что после спектакля, который вы... У вас была премьера спектакля, и какой-то человек подошел к вам, вы спросили у него мнение о спектакле, и он ответил, как-то прикольно было. И вы сравнили это с ответом, который вам дал ваш коллега, не помню его фамилию, который смотрит на все как оператор, типа как художник-постановщик, как оператор. Вот такой визуальный. И что вам интересно с этого угла было посмотреть. Да, мне всегда интересно, когда вот Дим Крымов бывал у меня на спектакле уже моих, я с ним много работал как постановщик по пластике, а уже на моих спектаклях он бывал. Мне было интересно его точку зрения услышать, потому что он... Это такой театр художника во всех его проявлениях, со всем набором, так сказать, тех проблем, которые его интересуют и так далее. Также мне интересно мнение кинорежиссеров, с которыми я общался, который видит то, что я делаю, уже у себя в театре. Мне всегда это любопытно, какой это взгляд. Но очень часто бывает достаточно какой-то одной фразы для того, чтобы ты задал себе большое количество вопросов, почему так человек видит. И в этом смысле набор вот этих... я коллекционирую эти соображения своих друзей, товарищей, коллег, которые работают в других жанрах по поводу того, что они видят в том, что я делаю. Самое главное для меня, конечно, это эмоциональная откликаемость зрителя на то, что происходит на сцене. Я вообще полагаю, что театр – это такое действие, а эстраду и вокальное пение, находясь на вашем подкасте, я отношу к театру, потому что это часть театрального процесса, потому что есть публика, и есть исполнитель на сцене, поэтому это театр. К нему не относилась, так сказать, творческая комьюнити, как, ну, скажем так, к более поверхностному, что ли, такому театральному пространству. Как бы там ни было, если полагать за любым жанровым отклонением от театра искусства, то, конечно, хочется найти эти законы, которые были бы, так сказать, абсолютны, и то, что Константин Сергеевич Станиславский последние годы жизни преподавал в оперной студии, его это интересовало тоже, может быть, вынуждено, но тем не менее, он находил территорию интереса, каким образом людей с очень сложной технологической задачей в очень условной форме коммуникации с залом, как вокал, найти способ органики, органического существования, уверенного, выразительного, яркого, свободного. Мне кажется, это очень интересный был период его биографии, его, так сказать, жизни, когда он общался именно с оперными певцами. Там даже есть цитата, по-моему, он сам ходил на вокал к Миссаржевскому, вот, и я записала даже эту себе цитату, когда читала «Моя жизнь в искусстве». Интересны были не столько сами занятия, сколько самые разговоры после них. Ну да. Интересно. То, что вы сейчас сказали. Вы знаете, когда существует сложная задача, вот этих сочетаний разных жанровых, это само по себе интересно. И я с большим интересом пытаюсь как-то описать словами точно некую программу вот этого курса, потому что работая спонтанно, это одно, а попытка создать методику, последовательность действует, совсем другое. Это достаточно сложная работа с точки зрения нахождения точных слов, которые, очевидно, будут выражать ту самую мысль, которая туда вкладывается. Потому что на территории гуманитарного знания огромное количество нестыковок, недопониманий происходит от отсутствия единого словаря, языка. Ну да. Язык разный. И вот когда я слушаю иногда ваши разговоры о вокале, я понимаю, что я нахожусь при общении людей, которые как на другом языке, другой планеты, другой страны, общаются вроде русские слова, но я не понимаю их значения. Точно так же на театральной территории тоже есть набор каких-то общепризнанных терминов, которые очень по-разному трактуются. Даже те, которые Константин Сергеевич отобрал путем большого количества проб и ошибок. Поэтому эта территория довольно непростая. Проблема языка здесь есть. Это еще один факт, который при переходе из одного жанра в другой, сейчас имею в виду театр, вокал, естественно, вызывает огромное количество вопросов, иногда и недоумений со стороны в том числе людей, которые профессионально занимаются вокалом. Начиная от первого вопроса, а нафига все это, да? Что за, так сказать, компот? У меня был шок, кстати, к этому разговору. Я вдруг увидел в интернете, по-моему, это то ли наше радио, то ли что-то еще, когда под видео в очень маленькой студии, как ваше, значит, выступали какие-то группы, солисты эпохи, там, 90-х годов. И поскольку камера очень близко, пространство очень маленькое, они пели свои хиты, и они были не концертно одеты, так сказать, а в такой бытовой, так сказать, форме поведения. Меня поразила степень энергетики их, из чего я сделал вывод еще раз, что эти люди не просто так оказывались в этом пространстве, то есть их базовые какие-то рефлексы психофизические позволяли им общение с огромным количеством людей, потому что энергетика потрясающая. Они все на меня произвели очень хорошее впечатление безотносительно нравится мне их музыка или нет. То есть как люди, которые активно себя проявляют под камеру, они были замечательные все. И там тоже актерское мастерство. Я не знаю, опять же, задумывается ли человек или нет о том, что это актерское мастерство или не актерское. Есть проблемы, которые получает любой человек, как социальное животное, при выходе под обстрел большого количества глаз. Хотим мы того или нет, мы начинаем испытывать неловкости разного рода. И вот преодоление их, понимание, какими путями двигаться, мне кажется, это вот та, так сказать, задача, которой я активно занимаюсь в студии. Люди сейчас как будто меньше заинтересованы в самом театре, то есть в походах к нему, в изучении его. Да. А больше их интересуют какие-то быстрые форматы. Мой курс актерского мастерства или как чувствуют себя увереннее. Конечно, конечно. Почему так? Мы живем в то время, когда самый популярный формат сегодня в интернете и в ютубе это шорты. То есть формат, в котором мы очень быстро получаем какую-то сфокусированную дозу иронии, переживания, сочувствия, ненависти, сопереживания. И когда это очень коротко, мы получаем какой-то такой рефлекс реакции на это. А дальше, поскольку эти рефлексы очень короткие, и они идут длительное время, то ты просто подсаживаешься на эти короткие формы и идешь. Это не может не формировать в сознании любого человека желание найти какой-то give me key, американцы говорят. Дай мне ключ, и я стану счастливым. То есть, дай мне ключ, и я стану богатым. Дай мне ключ, и я стану... На этом построено огромное количество вот этих коротких курсов. Я их, работая в большом количестве проекта в Соединенных Штатах, никогда не считал исчерпывающими и сильно значимыми. А не сильно значимыми становятся тогда, когда человек, который посещает какой-то короткий курс, неважно чего, внутренне мотивировано саморазвитие всерьез. Если он развивается, если его это занимает, вот этот толчок, который можно получить от мастер-класса или от короткого какого-то семинара, короткого по времени, я сейчас имею в виду, в течение какого-то времени небольшого, может быть достаточно для того, чтобы его подтолкнуть на саморазвитие. А мы знаем, что саморазвитие – это рефлекс, который, мотор, который позволяет решать огромное количество проблем, в том числе, и, не побоюсь этого слова, вполне себе профессиональных, то, что делает профессиональная школа. Сейчас такое время, когда, понимаете, я, когда учился, так сказать, в институте, в аспирантуре, потом для меня атмосфера Ленинской библиотеки, так сказать, необходимость копаться в этих карточках, искать литературу, и потом, наконец, эта книга оказывается у тебя, и ты ее открываешь и начинаешь что-то выискивать, цитировать, выписывать, какие-то цены необходимы у тебя. Ну, это часть моей жизни, такой достаточно серьезный, это запах этого пространства, это люди, которые вокруг, это лампы вот эти на этих столах, второй этаж, эти диафильмы эти, это определенная среда. Сейчас это все иное, это иначе выглядит, и человека, естественно, мотивирует на быстрое получение информации любого рода. Понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что, иногда нам кажется, от того, что мы информацию получили, мы ее овладели. Ну, ты узнал, что надо вот так. Ну, и все, и у тебя ощущение, да, и ощущение, что ты, ну, ты же это знаешь, то есть у тебя в сознании это отпечаталось, ты говоришь, да, все, я понимаю. Но специфика нашего рода деятельности, она такова, что в нем участвует такая странная штука, как наша оболочка, тело. Человек же целостное, так сказать, существо, да, и бессмертная душа заключена в его физической оболочке, в той, которая и есть. Она очень инерционная, эта система. Она начинает работать тогда, когда решены какие-то, практически решены, какие-то задачи, которые касаются целого человека, непосредственно человека. Я бы в качестве ассоциации привел пример, связанный с медициной. То есть можно лечить симптом, а можно лечить человека, пытаясь найти источники тех или иных симптомов, логику проявления этих симптомов. И тогда, может быть, можно было бы как-то иначе помогать человеку. И хорошие врачи, это всегда те, кого мы ищем, которые могли бы помогать нашим близким. Мы их называем внимательные, да, потому что вопрос, который, не знаю, друг, не касается непосредственно. Голова болит. Да, он задает вопрос какого-то совершенно другого свойства, который не касается. Давай возьмем анализ. Да, да, да. Давай на кровь посмотрим. И так далее. Мне кажется, мы постепенно, и человечество дрейфует к тому, что взаимосвязи внутри природы человека настолько интенсивны и столь разнообразны. Занимаясь какой-то только одной его частью, например, я не знаю, внутренней техникой актера. Если не касаться внешней техники, то результат не будет исчерпывающим, ярким, как и выступление на сцене вокалистов. Зачем музыкантам актерское мастерство? Вы уже рассказали. Это у меня уже... Ну, да, я как бы об этом говорю, да. Я как бы... Да. Про... О, боже, как стыдно, простите. Извините. Оставьте, пожалуйста, это в записи обязательно. Мы поймем. Мы же как... В вашем курсе вы работаете с музыкальным продюсером Алексеем Москалевым. Как диалог музыки и сценического мастерства выстраивается? Как помогает в достижении цели? Процесс этот непростой, потому что как мой заход на территорию, к которой я отношения имею, имею как любитель, ну, только человек, который любит музыку, который, ну, так сказать, что-то слышит, может быть, но не является специалистом в области музыки, да. Бывает порой наивен и не всегда, может быть, точен. Так и, возможно, какие-то попытки пространства знания вокального перехода на территорию актерских проявлений тоже могут быть не всегда точными. Но это позволяет, во-первых, с большим интересом мне присматриваться к комментариям Алексея, тешь у себя иллюзии, что и его тоже, ему любопытно, каким образом проблема, которая может быть решена и со стороны вокальной, видимо, и со стороны драматической, то есть внутренней, как они, где они замыкаются? Потому что, по сути, можно ведь начинать с чего угодно. Вопрос, к чему мы приходим, какова наша цель. И когда цели у нас одни, я имею в виду цели, ну, высокопарно говоря, гармонии, да, то есть когда гармонично то, что происходит на сцене, во всех его проявлениях, и внешних, и внутренних, и вокальных, музыкальных, здесь же очень много составных частей. И когда эта гармония происходит, я думаю, что и он, так сказать, удовлетворенный я. То, что это территории разные, это как какая-нибудь дисциплина, такая смешанная, нейропсихология, я не знаю, какая-нибудь дисциплина, имеющая отношение к проблемам и психики, и физической сущности человека, в общем, стыковых таких вот дисциплин, хотя такие науки стали появляться, то есть которые объединяют в себе задачи. Я, например, с большим удовольствием и интересом обнаружил, что очень много работ научных возникло о теле, о проявлениях телесности относительно тех или иных ситуаций, психики, обстоятельств и так далее, как вы думаете, на какой территории? На территории лингвистики. Меня это поразило, потому что, казалось бы, слово и, так сказать, все, что с ним связано, находятся вообще в стороне. И тем не менее, вдруг возникли какой-то целый набор каких-то интересных работ, которые касаются проблеметики проявления человека относительно его, так сказать, внутренней, так сказать, жизни, обстоятельств, которые влияют на него, на его психику влияют, а проявляется тело определенным образом. Как здесь вписалась лингвистика, очень неожиданно, совершенно неожиданно. Поэтому вот эти пересечения дисциплинарные, мне кажется, что здесь, на этих стыках, и рождается искра, и что-то необычное, потому что мы живем в то время, когда уже мы все про все знаем. Мы можем поговорить на любую тему друг с другом мгновенно, правда, недолго, потому что мы все равно, как высказался один философ о современном мире, мы все виндсерферы, то есть мы катаемся по поверхности, вполне себе ловко, вполне себе уворачиваясь от порывов ветра и так далее, волн, но тем не менее поверхностно. А вот попытка на территории, где обреченное пространство профессионалов в любой сфере начинает вылезать из своего окопа и смотреть, что происходит справа-слева, оно, конечно, требует усилий, иногда попаданий, иногда и непопаданий, для того, чтобы вот на этих стыках найти какую-то гармонию. Поэтому я думаю, что этот процесс взаимоинтересен с нашей стороны, надеюсь, с Алексеем тоже, с моей стороны точно. Я вообще считаю, что в Сигноне при его, так сказать, задачах развития очень интересно решаются, мне кажется, профессиональные задачи компетенции актерских на территории вокала. Мне кажется, это очень любопытное пространство, такое немножечко, как сказать, безответственное, не обреченное, не отягощенное Министерством высшего образования России. Правда. А находится на территории такого творческого поиска, казалось бы, развлечения, но с очень серьезными намерениями. Поэтому мне это пространство интересно. И эти сочетания с позицией музыкального продюсера мне очень любопытны. И, Василович, я очень много получил от Алексея в плане понимания сложностей уже, так сказать, таких музыканских на той территории. Я смотрю на них из своего окопа, но я понимаю масштаб этих проблем, что их очень много, и они очень разные. Надеюсь, что тоже происходит с ним. Соответственно, у вас рождается этот великолепный дискурс, за которым интересно наблюдать. Ну, когда мы спорим при вашем присутствии, наверное, это любопытно наблюдать. Очень. Честно. Как столкновение двух миров. Да. Ну, хорошо. Поговорим про это, как говорится, человек и его природа. Очень хочется не винсерфить здесь, а чуть поглубже нырнуть. Рубрика «Глупые вопросы». Да. Как так получается, Андрей Алексеевич? Вот лично от меня вопрос, знаю, его многим задавали, интересно, как вы ответите. Как так получается? На них интересно смотреть, глаз не можешь оторвать, а другие, ну, великолепно человек поет, технически вообще все прекрасно. Но вот после концерта даже не запомнил. На каком этаже будем говорить? Вопрос. Как так получается? Вот мы можем поговорить как публика, который воспринимает, а что в нем все-таки интересного было или почему он не интересен? Поразмышлять на эту тему. Ну, позвольте себе с точки зрения технологии сценической сказать о том, почему не производят впечатления теле на исполнители. Ну, вопрос первый. В какой степени человек, который вышел на сцену, важен зритель, слушатель? Он отражение его, так сказать, потрясающего вокала, его личности, подтверждение его амбиций, или он партнер по диалогу, по взаимодействию? Да? Что это такое? То есть, если я, приходя в зал, наблюдая за тем, кто поет, понимаю, что поет он не мне, а, например, себе, сидящему в первую ряду конкретному человеку, но не мне, я лишний на этой празднике жизни, даже если он прекрасен. Если я не чувствую, что ко мне обращено его пение, является ли это обязательно пением, так сказать, глаза в глаза? Конечно, 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 нет. Речь идет об адресе, который внутри должен быть у исполнителя. И даже самый замечательный исполнитель с прекрасными голосовыми данными, в прекрасных, так сказать, обстоятельствах решений внешних, которые могут быть в шоу, например, но он поет не мне, то есть шанс, что я не подключусь к нему. Есть шанс. Есть шанс, что я подключусь, но есть шанс, что я не подключусь. Больше не подключусь, чем подключусь. Это с этой стороны. Со стороны исполнителя. Направлен ли я, так сказать, к людям, которые пришли меня слушать? Внутренние, иногда внешние, ментально, психофизически. Я пою для них. Вот я как исполнитель, я туда или я сюда? В какую сторону? Куда идем? Да, что называется. Следующее обстоятельство. Это первое. Куда? Поем, с кем общаемся? Это с обеих сторон есть, так сказать, с этой стороны я понимаю, что я ему не нужен на этом празднике жизни. А с той стороны, он тоже, если он не включен, значит, если он включен, то мы в каком-то контакте. Второе обстоятельство очень важное, это степень заинтересованности самого исполнителя тем, что он делает. В театре есть понимание формально, все правильно, все со всеми деталями, скучно. Все сыграно, все сделано, и все верно, и все скучно. Вопрос, до какой степени нас самих интересует то, что мы делаем, или то, о чем мы говорим в тот момент, когда мы это делаем. Мы включены в этот процесс или нет? Это вещь, которую каждый из нас понимает на рефлекторном уровне. То есть мы общаемся, и вы понимаете, этого человека это занимает. Даже если меня это не очень трогает, но он почему-то в меня это вкидывает, и я понимаю, что его это как-то, так сказать, занимает. В какой степени занимать будет исполнителя тема, с которой он вышел? В какой степени он будет растворен в этой, в этом? В той степени он будет обладать таким качеством, для меня называется, да не только для меня, сценическое обаяние. Откуда рождается сценическое обаяние? Исполнитель может вполне быть обычным, так сказать, человеком, которого никто не замечает. Но, выходя на сцену под обстрел зельского внимания, под фокус света, музыки и всего прочего, крайне важно, чтобы он был этим увлечен. По-настоящему, всерьез увлечен тем, что он делает. Темой, фактом воздействия на публику, в зависимости от решения. Решения очень разные могут быть. Если я вижу человека не увлеченного, не затянутого внутрь тех творческих задач, которые он перед собой поставил, даже если он прекрасно поет, мне это неинтересно. Если мы берем острую форму, прекрасен внешне, прекрасен в костюме, прекрасен голос, неинтересен. Наверное, человек больше занимается собой и своей собственной красотой, и самолюбием, а не конкретным делом на сцене. Я думаю, что здесь лежит природа невоздействия, в том числе людей, вполне обладающих вокальными, музыкантскими какими-то качествами, и вполне прилично, он же не вышел и не упал на сцене. Ну, как бы нормально человек стоит, хорошо двигается, все нормально, даже танцует иногда. Но как-то это не ко мне. Вот я тогда могла дело не включаться. И терять вот это вот ощущение, что мне интересно за ним наблюдать. Что делают часто исполнители, чтобы быть интересными? Это яркие костюмы, это хореография, это контекст второго плана в виде балетных исполнителей или цирка. То есть, когда мы создаем контекст происходящего, звучит музыка, это эмоция в чистом виде, вокально все замечательно, как-то я впечатление получаю, и, в общем, кому-то это достаточно. Потом, ну, есть об этом говорить трудно, сложно и, наверное, неверно, говоря о том, что публика эстрадного характера, то есть люди, которые приходят на эстрадные программы, на исполнителей каких-то, очень часто, конечно, они хотят эмоционального впечатления прежде всего. Поскольку это музыка, это вокал и так далее. Но принято считать, что здесь это не драматургия глубокая, серьезная, где, может, нюансы. Не все любят театр, а кто-то из театральных поклонников не очень любит эстраду в чистом виде и так далее. Это такая территория какая-то специфическая, своя. Часто она возрастно, как-то сегментируется и так далее. Поэтому впечатление – это вещь, складывающаяся из большого количества факторов, которым сценическое обаяние, как результат направленности жизни исполнителя на сцене, является таким фактором, которым можно пользоваться, отвечая на ваш вопрос. Почему не производят впечатления? Ну, неинтересно. Все есть, но неинтересно. Да, какие-то непрокаченные взаимоотношения. Совершенно верно. Их можно, на самом деле… По взрослому возрасте даже. Вполне. Я вам больше всего скажу. Вполне, скажем, крупные исполнители, я не буду называть фамилии, которые пробуют по просьбе, скажем, своих продюсеров, я не знаю, это люди, которые организуют концерты, немножко менять свой внешний вид, манеру поведения. Для чего? Для того, чтобы чуть-чуть сдвинуться относительно уже, так сказать, зафиксированной картинки того, что вот это он. А, понятно, вот он-то такой мрачноватый или веселый, или странный, там и так далее. Ну, давай попробуем немножечко в другую сторону пойти. Вот он пробует. И вот в этих пробах меня всегда удивляет, когда на территории, на которой просто вылезано и по миллиметрам просчитана технология движения в сторону свободы и выразительности, когда этим не пользуются. Когда это спонтанно. Когда я попробую. Ну, давай так. Давай вот так сделаем. Ну, давай. Но, опять же, какие задачи, каковы, так сказать, ресурсы. И очень важный момент, о котором вы говорите. А вы говорите о том, что сегодня все очень любят быстро, коротко получить лайфхак. Даже есть термин. Получил его и все. А, вот, свобода этого так. Ну, а все, вопросов нет. Зачем тратить на это, так сказать, месяцы жизни, попытки практически реализовать эту задачу и сделать ее рефлекторной для себя, если ты выходишь на сцену часто. Ну, нет такой задачи. В конце концов, я буду так часто выходить на сцену, чтобы эти рефлексы произошли сами. От публики я понимаю, что она диктует, и я как-то подстраиваюсь под нее. В каком-то смысле, в этом тоже есть путь. Частого выхода на сцену и анализа происходящих процессов. Вот. Просто можно это, короче, сделать быстрее. Вспомнила сейчас то, что вы сказали в конце первого курса, когда я на нем была. Свобода – это фокус. И с одной стороны, ты можешь как бы придумать в голове, что это может означать. Но если бы мне сказали в начале курса эту фразу, я бы тоже такая, ну, вроде да, что-то там логичное есть. Но пройдя вот этот объем заинтересованности собой, всей этой информации, что происходит внутри тебя, в чем ты органичен, в чем нет, когда тебе говорят в конце курса, вот мы сидим на этом выезде, вот такой свобода, это фокус. В контексте других вещей у меня прям все. Я остальное уже не слышу. Я сижу такая. Ага. Вау. Окей. Вот. У меня внутри вместо клипа как будто трехтомник вот так сложился и сверху вот эта бумажка положилась. Я так готова. Положили в мозг. Вот. Опять же, это такой, как вам сказать, не совсем точная, так сказать, фраза. Как интересно, что отражается и остается у моих учеников. Это же ваши как мои слова. Фокус внимания, да, то есть речь идет, конечно, о внимании. Да. О том, что Станиславский называл продуктивным вниманием. То есть то внимание, которое позволяет тебе быть свободным. Потому что если ты на чем-то сосредоточен всерьез, по-настоящему, и для тебя это имеет значение, какой бы ерундой это ни было, то это вызывает автоматическое внимание со стороны аудитории. И самое главное, что ты там начинаешь находить какие-то нюансы, подробности, и это делает происходящее процессуальным и любопытным, как минимум. А если там еще смысл есть, то даже интересно. Да, так и было. Да. Вы это тоже говорили. Я надключу тиктофон. 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 Чтобы это потом... Тиктофонировать. Да нет, в принципе, у Андрея Алексеевича, по-моему, нет претензий, что я что-то неправильно говорю, а есть скорее к контексту. Что я как бы выдираю из контекста и ему обратно предлагаю. Я по этому поводу скажу одну фразу. Да. Дело в том, что когда имеешь дело с людьми профессионально ориентированными, у них свой язык, свое представление о прекрасном, а ты заходишь со стороны какой-то совершенно иной, то чувство недоумения по поводу происходящего не покидает. Я вижу глаза, так сказать, сидящих напротив меня, которые не очень... А что происходит? Во-первых, что ему надо? На чем он фокусирует свое внимание? И зачем это мне? Этот вопрос, который внутри подсознательно у многих очень присутствует. И как бы я ни говорил о мотивах своего, значит, намерения, все равно от того, что язык другой, от того, что вдруг начинают задействоваться какие-то иные совершенно внутренние ресурсы и вообще какие-то внутренние порывы, так сказать, на которые надо обращать внимание, никогда на это внимание не обращал. То есть там есть чему удивляться и чего не понимать. И с этой точки зрения я очень рад, когда Яна, в частности, говорит, я ничего не понимаю, что происходит и чего вы от меня хотите. Это очень важно быть в ученичестве с вопросами и не бояться быть человеком, который что-то не понял. Это очень важно. Не бояться эти вопросы задавать. Потому что чаще всего мы стараемся, чтобы не выглядеть идиотами, мы как прикидываемся, что понятно, ничего не понимаю, что происходит. Так вот очень важно в этом смысле находиться в зоне доверия друг к другу и в этом смысле спокойно высказывать свои недоумения. Потому что это непросто. Это очень кайфовый процесс, когда ты чего-то не понимаешь в этом курсе. То, что он большой, у тебя есть время это выяснить. Эмоциональное углубление в это большое. Садишься на сцене, что-то делаешь, и если что-то тебе объясняет, ты такая, я не понимаю, что вы от меня хотите. И садишься вот так и начинаешь об этом думать, расстраиваться. Потом радуешься. Короче, такое, когда я чего-то хочу, я хочу этого всем телом. И вот я опускаюсь на колени, и я не понимаю, что происходит. Ладно, может, у вас ко мне есть какие-то вопросы? У меня вопросы. У меня к себе вопросов много. Я, так сказать, публично задавать себе вопросы, это такой изгибиционизм такой легкий. Вопросы заключаются в том, что все меньше и меньше возникает людей на территории профессиональной деятельности, которые увлекаются вот этими подробностями и попыткой докопаться до истины. Ну, то есть, мы сетуем на то, что поколение после 2000 года, то есть, интернет-поколение, что вот, как бы, нет интереса к подробностям, к погружению и так далее, его постепенно, так сказать, можно не найти вполне себе в взрослых, так сказать, творческих единицах, которые сегодня занимаются творчеством, творческими какими-то дисциплинами, в том числе и вполне себе успешными. Копаться, на мой взгляд, это очень интересная тема, но я, как бы, из советского проекта, человек советской эпохи, и, наверное, там какая-то другая система координат была. Мне очень любопытно копаться в этих хитросплетениях, сложностях и непониманиях взаимных с территориями смежных творческих дисциплин. Потому что, для меня, люди, которые играют на инструментах, которые универсально владеют своим голосом, это, конечно, это чудеса какие-то, фантастические чудеса, потому что в моей профессии, скажем, там больше все-таки взгляд, что называется, со стороны на какие-то процессы, попытки эти процессы обосновать, правильно сформатировать и куда-то направить. А вот люди, которые умеют руками, своими связками, собой создавать искусство, это для меня фантастическая история. Поэтому мое пребывание в Сигноне это всегда, помимо какой-то еще одной работы, все-таки это интересное творческое пространство для решения каких-то совершенно нетривиальных задач. И то, что мы сейчас с вами делаем с вторым семестром курса с попыткой выйти на какую-то территорию пения от образа, мне кажется, это любопытно. Я смотрю на это как на эксперимент и как на то, что я вообще не знаю, что из этого выйдет. Но мне это любопытно. Мне это любопытно. Раз это любопытно, значит, ты не зря проживаешь эти часы своей жизни. Так что я благодарю студию за то, что вот такая возможность ковыряться в серьезных проблемах здесь присутствует. Совершенно другой территории. Когда ты можешь простыми словами сформулировать сложные процессы какие-то, мне кажется, это очень дорогое пространство для любого профессионала в любой сфере деятельности. Поэтому, отвечая на вопрос, который не был задан, что вы здесь делаете, занимаясь профессиональным образованием театральным, я вот ответил бы так, так что мне очень интересно, когда можно людям не ориентированно профессионально очень внятно, лаконично объяснить технологии, которые не являются простыми. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, но ненадолго. С вами была Яна Боратова, в гостях был Андрей Алексеевич Щукин. Спасибо. Спасибо. И за камерой была Таня и Марина. Всем пока, любите и творите музыку. Спасибо. Спасибо, Андрей Алексеевич. Пожалуйста. Ну как вы? С нами? Я в порядке. Комфортно вам было? Да нормально. Все нормально.